Азербайджан Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна сохранять нестерилитет в армян-азербайджанском Нагорном-Карабахском конфликте, заявил президент Азербайджана Эльхам Алиев, принимая в Баку генерального секретаря Совета Сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Андреева. Пемьер Армении направил письмо президенту Российской Федерации и просит оказать военную поддержку. Это совершенно недопустимо. И для этого совершенно нет никаких оснований, потому что мы ведем действия на нашей территории, мы побеждаем врага на наших землях, освобождая от армянской оккупации, при этом мы не атакуем территорию Армении. Помимо этого, Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна держать нейтральную позицию в этом вопросе. Мандат ОБСЕ стран-сопредседателей к этому обязывает, сказал президент. При любом развитии ситуации Россия никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил российский военный эксперт Игорь Кораченко. В политике личные отношения между лидерами играют значительную роль, в том числе и на межгосударственном уровне. Мы прекрасно помним действия Пашиняна, которые могут классифицироваться как предательство. Возбуждение уголовного дела против генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова было ударом по репутации ДКБ. А после того, как он ушел со своей должности, Ереван также препятствовал попыткам назначить на его место представителя Беларуси, таким образом парализовав деятельность организации. И, наконец, назначение на должность руководителя Службы национальной безопасности Армении 29-летнего Карамяна, личного протежа Пашиняна, выходца из системы Соросовских НПО. Пашинян сознательно игнорировал позицию России, заявил Караченко. Тяжело сказать, что было бы, будь сейчас во главе Армении пророссийский руководитель, но могу четко сказать, что Пашинян, очевидно, в глазах России не выглядит союзником, добавил эксперт. С юридической точки зрения, перед Арменией обязательства будут выполнены, если она станет жертвой агрессии. Но воевать за Армению в Карабахе Россия никогда не подписывалась, и для этого нет никаких юридических оснований. А Путин – юрист по первому образованию, и для него эти юридические формальности играют существенную роль. «С точки зрения норм международного права, Карабах – это территория Азербайджана. Боевые действия ведутся на территории Карабаха. Мы уважаем международное право. Никогда Россия не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана», – заключил Игорь Караченко. Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиций наших подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом передает канал 13 со ссылкой на Министерство обороны Азербайджанской республики. Отмечается, что в ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Вардынистского района Армении противник обстрелял позиции наших вооруженных сил, расположенных в Казахском, Тулузском и Дашкесанском районах Азербайджана. Посольство России в Армении опровергло появившиеся в ряде СМИ сведения якобы о гибели двух российских пограничников в результате обстрела в территории Армении на юге республики. В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках сведения о гибели двух российских пограничников, сообщаем, что это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным взбросам, говорится в комментарии российской декомиссии в Фейсбуке. Ереван с пониманием относится к нейтральной позиции России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле урегулирования Нагорного-Карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Аль-Джезира». Российская Федерация является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет, добавил он. В Линкаране тепло и сердечно встретили солдата Рашида Азимзаде, который вернулся после ранения на фронте. Как сообщает Баку-ТВ, хотя он приехал ночью, его ждали не только родные, но и многие жители города. Рашид рассказал, что участвовал в боях на Джебраильском направлении фронта. «Я получил осколочное ранение. Слава Аллаху, сейчас я дома, но если наш президент прикажет, я снова уйду на войну», – сказал Рашид. Я был в войну, я был в войну, я был в войну, я был в войну, я был в войну. Я был в войну, я был в войну, я был в войну. Иранская сторона готова пойти на диалог с любым следующим президентом США в рамках ядерной сделки. Об этом заявил 2 ноября официальный представитель иранского МИД Саиб Хатебзаде. «Мы будем исходить из того, какую политику будет проводить новое американское правительство, какой бы партии оно ни принадлежало, рамки для диалога ясны, совместный всеобъемлющий план действий», – сказал он. Хатебзаде добавил, что обе партии осознали, насколько провальной была их политика, и они не добились своих целей.